Здравствуйте, здравствуйте всем, мои дорогие, мои любимые, моя Душина, моя жилеточка, мои друзья. Сегодня у нас 12 июля, пятница. Вчера был четверг, муж был на работе, и я ничего не снимала. Мы с Айдуся и валялись, немножко покопалась в огороде, но ничего снимать неохота было. В общем, я вчера себе устроила выходной. Сегодня видео уже вышло, не хочу говорить, которые дети мои посмотрели. И говорят, вы не держите в себе, если не с кем поговорить, рассказывайте папе, с ним разговаривайте в себе, не держите все свои страхи наружу. Я говорю, 16 числа у мужа будет консультация. У меня УЗИ будет 17 числа. И я говорю, я боюсь УЗИ. Не бойтесь уже, все хорошо же. Не знаю, мало ли что. Все время говорите о своих страхах, рассказывайте, говорит. Как это, все время рассказывать надоедать? Я боюсь, я это, я то, эти сопли, слезы, не хочу. У нас была одна знакомая, ну, бывшая, сейчас я не общаюсь, у ней когда-то погиб муж. Вот погиб муж. Мы очень часто видимся. И когда мы видимся, она все время про него говорит. Говорит, говорит, ну, один раз сказал, второй раз сказал. Первое время говорила. Ну, уже время прошло, она все время говорит о нем. И уже не знаешь, что ей ответить. В таком неловком состоянии находишься, не знаешь, что ответить. Иногда хочется сказать, хватит уже. Вот, поэтому я не хочу никому надоедать с этими рассказами. Может быть, я, если бы сидела целыми днями, рассказывала про все, про это, снова и снова. Новые люди бы видели что-то, какие-то случаи, которые я не рассказывала. Сидела бы в соплях, плакала, может быть, рейтинг поднялся бы, да? Столько сочувствующих нашлось бы, написали бы мне. Я не хочу. Так, сегодня, еще раз скажу, пятница, да? С утра немножко огурцы собрала, травку пощипала. И мусор у нас по пятницам забирают. Муж пришел, я говорю, пойдем. Вытащила все из этого бака нашего в пакетах, которое положила рядом с баком. Принесла большой этот карбич, пакет. Говорю, давай выгребай все. Ему дала эти резиновые перчатки, выгребай. Потому что сколько уже, много времени. Мусор забирают, а эти без пакетов, которые, не знаю, там, кто бросает. Пачки от сигарет, баночки, бутылочки. В общем, там набрался целый гарбич большой. Представляете? Вот это все выгребли. Я развела до места, все там полила. Открыли крышку, там сохнет, дезинфицируется. А, вы видели мой вес? Он снижается. Сегодня я тоже взвешивалась 80, не помню с чем, сколько там граммов, 80 килограмм с граммами. Но я думаю, не буду я каждый день взвешиваться. Я первый кофе выпила, первый пакет кофе я выпила 6-го числа. 5-го купила, 6-го с утра я выпила. И каждый день по одному пакетику пью. Он еще сказал, если будет плохо действовать, можете по 2 пакета. Но не буду я по 2 пакета пить, одного пакета мне достаточно. Так. У меня, наверное, и так организм в шоке, да, что она нас не кормит. И, думаю, не каждый день, а 10 дней один раз. Так что в следующий раз я встану вместе с вами на весы 16-го числа и так далее, да. Плюс 10, плюс 10, плюс 10 дней будем смотреть. У меня здесь на 30 дней. Посмотрим потом, какой будет результат. Ну, я пока довольна, но на самом деле ничего не чувствую, что мне плохо, голова кружится, нет такого. Потеть, я всегда потела, у меня вот эта голова. Чуть-чуть подвигаюсь, вы знаете, да. Вот сижу вот здесь, уже пошел пот, голова, лицо у меня потеет. Планы на сегодня, не знаю, мои еще спят. Я сегодня опять всю ночь кашляла. Почему-то, когда ложусь спать, начинаю кашлять, прям задыхаюсь непрерывно, кашляю, кашляю. Кашель еще сухой какой-то. Не то, что горло першит, не першит горло, а вот это рвется, 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 вот этот кашель наружу, без остановки. Ну, пью таблетки, этот черный тмин масло пью. Не знаю, что еще надо. Все таблетки от, и лекарства от кашля, что ли, пить. Не знаю, какие есть дома. Днем вроде нормально хожу. Вот как только ложусь спать, начинается. Вчера немножко дождик был. Погоду не смотрела, не знаю. Вы же знаете, Алмата какая. С утра вот солнце. Вечером после обеда не знаю, что будет. Вот такие дела. А сейчас я пойду поваляюсь. Наверное, уже жара. Делать нечего. Пора уже зайти домой, закрыть дверь и валяться. А вам хорошего дня и приятного просмотра. Курсит? Так, пойду я тут. Так, я принесла. Соль. Так, я принесла. Я принесла вас по Wei couch. Двое шетое, двое шетое Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok нервы нервы спокойно и болит спокойно и болит блендер же у меня вот этот погружной появился только в этом году и я каждый год перекручивала через мясорубку через мясорубку вы представляете да смородину крутить она забивается все время открываешь 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 в общем решила я все перебить как обычно не заморозить я не варю смородину смородину малину не варю у меня вот такие контейнеры для заморозки освободившиеся от смородины и малину вот это морозинка вот наша смородина пошла в морозильную камеру не заходит он вообще большой он даже в дырочку не заходит мы можем купить на заправке если есть у тебя дырочка не вот здесь висит какая дырочка у тебя там сейчас зарядка есть включается включается зарядка есть нету ему где-то сколько его лет он уже целый год не открывать мы даже в этом доме здрасте открывала ты вот эту клавишу одну потеряла он не включается ему сколько лет с пяти лет с пяти лет пять лет пять лет ему пять лет не пользовались вообще в общем этот компьютер у него вот эта зарядка то ли сгорела то ли потерялась не можем найти и сейчас муж подбирает всякие зарядки зарядка да или как этот называется батарейку эту блок и не один штырь туда не подходит раньше дети пользовались потом я пользовалась только вот загружала фотографии видео с отдыха все больше мы ничего не делали и отдали айдуси айдуси вот никак не может пользоваться из-за зарядки чтобы зарядку купить скорее всего вместе с ним надо ехать в на аэровокзал в на аэровокзал или на заправку навряд ли на заправке будет на заправке не будет такие дела нет вот не снимай вот так попробуй сначала заходит ура нет а вот это давай не полностью заходит горит горит его там вот горит у тебя все где а да вот горит заряжается это больше здесь 24 19 оттуда что будем делать можно сейчас вот больше сгорит компьютер компьютер с горячей он этот сгорит не надо лучше сгорит да да ну давай я 19 принесу тогда пока он загрузится и стал много альбомов а здесь альбом марго потом еще марго 2019 потом 2021 02 01 ну еще и 2 игры и дракоша мамина любимая игра класс и стрелочка есть мышка а мышка да мышка шесть часов вечера и у нас вот такая погода ветерок где-то в горах у нас идет по моему дождь там вообще небо черное черное здесь еще ничего облака ветны может ветер унесет туда возможно будет дождь я сегодня посмотрела прогноз на завтра у нас усиление ветра также и гроза целый день я была дома вот за исключением того что с мужем сходила он говорит я вон там подвязал пойдем надо еще подвязать помидоры я заодно просыпала сразу солью вот так он мне помог вообще не лез в эти дела не знаю чего он полез хорошо что я еще увидела а эти цветы они же многолетние если бы однолетние ладно многолетние просто я не помню как он их сорвал с корнем или без корня ладно очень жаль обидно досадно но ладно а сразу убежала прохладно хорошо всех накормила все что в холодильнике все вытащила сегодня муж дома с работы пришел все подъел холодильник чистый вычистила и сейчас гречку с подливом делаем собаки кушать сварила и в пялушку вынесла сюда на улицу чтобы остыло сейчас уже его скоро кормить надо он начнет орать пусть остывшая стоит и все никаких дел у нас сегодня не было ничего не делали валялись не знаю то ли настроение такое то ли состояние такое то ли вообще ничего делать не нужно не поливали потому что сейчас дождь будет и вчера был дождь какие дела если сегодня уже не увидимся я вам заранее говорю до свидания увидимся в следующей серии всем добра и благ берегите себя своих близких обнимаю увидимся